Послушать, каллиграфия, он подчеркнет нашу свадьбу, даст ей изящность, и ваша свадьба, ее запомнят не только мы, но и наши гости. Так как вы сможете послать пригласительные, подписанные от руки красивым почерком, почерки бывают очень разные. Я, по крайней мере, сейчас освоила три почерка именно в стиле английском. Бывают их вообще большое множество, прекрасные заметки. Ну и в целом давайте я сейчас расскажу, что бывает в свадебной каллиграфии именно. Это пригласительные рассадочные карточки жениха и невеста, рассадочные карточки для гостей. Карточка меню, это та карточка, которая кладется на тарелочку, на тарелочку перед бой. Вначале при серверовке стола карточки с указанием даты. Они, эта традиция появилась у нас из-за границы. Отправляется эта карточка как минимум за полгода до события. И напоминает гостям о том, чтобы они эту дату зарезервировали и не планировали никакие свои личные события. Также каллиграфия может использоваться в схеме рассадки гостей, и бинборды различные, клятвы и прочие надписи. Вообще выбор очень велик. Главное, чтобы фантазия работала. Такая звать не велика. Случаи, бывают различные случаи. Если для вас не предоставляется возможным заказать целый каллиграфический набор, можно заказать себе отдельно каллиграфический сет. Каллиграфический сет, это каллиграфический набор, созданный специально для фотосессии. Это личное ваше достояние, получается уже, которое будет использовано только на фотосессии. И потом сохранится, будет храниться в семейном альбоме. Вы его сможете показывать своим детям. Они будут смотреть на этот каллиграфический сет и вдохновляться уже, когда вырастут и будут думать о своей свадьбе. Будут рассказывать об этом своим языком. Конкретно со мной разрабатываются следующие детали каллиграфического сета. Это бумага, это дизайн. У меня, кстати, есть образцы бумаги. Вот, например, здесь можно посмотреть. Здесь, например, есть раскладки различной бумаги. Также выбираются цвет души, тип шрифта и текст. Я могу помочь с текстом, так как у каллиграфии есть свои особенности в написании текста. То, что может вместить в себя полиграфическое открытка, то есть напечатанное то количество текста, может не вместиться в каллиграфический текст. Так, например, вот эта свадебная клятва, она может разместиться на необычной открытке формата А5. А здесь же она достаточно велика. Но при этом другой шрифт может ее объем занять тоже. Также другое... В общем, другой объем у нее может быть. Так, еще третий вариант, когда может использоваться каллиграфией. Это уже более бюджетный вариант, но если вам очень хочется иметь пригласительные с ручной подписью, вы можете обратиться ко мне уже с напечатанными пригласительными или открытками. И я могу их просто подписать. Моя задача их подписать, но при этом нужно обратиться ко мне заранее. Мы с вами обговорим, какая должна быть бумага, так как для каллиграфии так же не каждая бумага подойдет. Так, например, мелованная бумага, это вот та, которая гладкая, плекует, она уже не подойдет. У меня есть образцы, как раз я знаю, с какой бумагой работают типографии, как правило, и могу подсказать, какую бумагу вам стоит запросить у типографии для своих пригласительных. Так, и еще один очень важный вопрос, когда обращаться к каллиграфу. Чем раньше, тем лучше. Но когда вы уже решите дату о дате свадьбе, договоритесь, вы, естественно, придете сначала договариваться с декораторами и разрабатывать концепцию свадьбы. И вот когда у вас решена концепция свадьбы, вы обращаетесь ко мне, так как каллиграфия, это как деталь декора свадебного, она должна подчиняться общей свадебной концепции. И поэтому все должно быть гармонично, все должно быть сочетаемо, и вместе мы с вами сможем создать замечательный каллиграфический сет, и ваша свадьба станет незабываемой. Спасибо.